Всем привет! Спасибо, что пришли на доклад. Сегодня я должен был выступать с моим другом и коллегой Ильей, но он по определенным обстоятельствам, связанным со здоровьем, не сможет прийти. Уверяю вас, что его вклад бесценен для этой работы, и поэтому сегодня только я буду выступать. Итак, начнем. Во время проведения анализа защищенности и тестов на проникновение мы довольно часто встречались с межсистевыми экранами, и как-то так, по счастливой случайности, что ли, нас всегда обходил стороной ЦИСКО. Почему-то нам никогда не приходилось ее реверсить, исследовать или что-то еще. Но, как вы успели догадаться, этот момент настал, и мы начали собирать информацию. Мы собирали информацию о всех исследованиях и уязвимостях, которые имелись на тот момент по ЦИСКОАСА. Начали их разбирать и для себя выделили ряд самых важных, на наш взгляд, исследований по ЦИСКОАСА, в которых были описаны внутренние процессы ЦИСКО, были описаны дебаги, реверсы различных прошивок и вообще в целом взаимодействие между ЦИСКОМ. Эти исследования были взяты за основу нашего. Также были эксплойты под известные ЦВЕ, которые мы тоже взяли за основу. После того, как мы с помощью другой ЦВЕ узнали версию прошивки на нашей целевой машине, мы обратились к другому исследованию, это исследование NCC Groups, в котором они рассматривали механизмы встроенной защиты в различных версиях прошивок ЦИСКОАСА, для того, чтобы удостовериться, что под нашу прошивку можно использовать некоторые наработки, для того, чтобы использовать те или иные уязвимости. После того, как мы убедились, перед нами встал вопрос. Так, ну, в принципе, у нас есть поки, у нас есть исследования, есть эксплойты. Почему бы нам весь тот многолетний опыт и труд людей, которые сделали 32-битную версию, не сделать по 64-битную за несколько дней? И казалось, что все просто. Достаточно всего лишь найти ЦИСКОМ, официальную прошивку и начать все повторить по туториалу, грубо говоря. Перед нами встала ситуация, в которой необходимо было выбрать один из трех способов, как нам идти дальше. Первый – это можно было купить ЦИСКО за свои деньги и иметь нормальный COM-порт, сериал-порт для дебага. Вторым способом было это виртуализировать средствами в VirtualBox или в MWAR, пробросить серийный порт через NamePipe, как у них называется, но иметь очень медленное соединение, это действительно так. И через кему-виртуализацию, у которого уже как бы хорошая рекомендация, и многие через нее виртуализируют сетевое оборудование, и у которой, казалось, нет проблем. Естественно, на тот момент мы подумали, пойдем по пути меньшего сопротивления и выбрали кему. Но наша радость была недолгой. Как только мы собрали стенд и нашли, наконец-то, нашу прошивку по 64-бит, и мы собрали весь стенд на QEM-у, мы увидели лишь перезагружающуюся Cisco ASA постоянно и не понимали, в чем дело. После того, как мы начали изучать CrashLock Cisco, мы увидели следующее, что в одном из регистров Instruction Pointer'е стоял адрес, который мы далее отследили через IDU, и увидели некий Read Performance Counter, монитор счетчика производительности. Начали гуглить эту ошибку в интернете, и как бы в целом сначала не находили вообще ответов, но потом среди малого количества ответов по одному запросу увидели один, в котором было сказано, что, ребята, такая ошибка КВМ и счетчика производительности не позволит вам дальше работать. Мы такие, ну как так? Мы же вроде бы старались сделать все так же, как делали НТЦ Groups. В тот момент мы решили им прям напрямую написать и связались с одним из главных исследователей, Седрик Хелбран вроде бы. Мы ему описали нашу проблему, на что он нам ответил таким коротким письмом, ребята, вы все делаете правильно, но я не понимаю, в чем проблема. Единственное, что я вам могу сказать, что если у вас проблемы и КВМа, и Performance Counter, то вам придется проводить собственные исследования, так как у вас 64-битная циска, и у нас таких результатов нет. У нас есть один результат, в котором мы показывали какую-то уязвимость, но она не подходит на большинство прошивок, поэтому делайте свое. Но окей, мы как бы начали гуглить, искать, как это справляется, и в итоге нашли решение следующее, что предлагают включить псевдосчетчик производительности в MWAR, то есть в MX-файле виртуальной машины, и таким образом эта проблема должна исчезнуть. На этом этапе мы для себя поняли, что кема виртуализации нам не подходит, и она не такая беспроблемная, и к тому же появились дополнительные проблемы. То есть здесь это с счетчиками производительности, с циской, ну все понятно, у нас не было возможности ее купить тогда из-за ее высокой стоимости, и для себя зато мы точно определили, что будем пользоваться не виртуапокс, а в MWAR, и дальше стоял вопрос лишь, как нам дебажить. С помощью чего? Вообще давайте разберемся, из чего как бы, ну так схематично все знают, но еще раз, из чего состоит как бы стенд для дебага циска. Вам нужна оригинальная прошивка вашего межсетевого экрана. Далее вам необходим какой-то инструмент, который позволит вам заинжектить туда gdb-сервер и дебаг shell. Далее вам необходима сама циска или средство ее виртуализации, в нашем случае это в MWAR. И, собственно, вы по идее получаете доступ к регистрам, и можете ее трейсить. Вкратце расскажу о ASA Tools. Если кто-то не знает, то как бы от себя скажу, что на мой взгляд это замечательный набор инструментов, которые позволяют довольно хорошо и просто дебажить, ну как бы встраивать в прошивку необходимой фичи, gdb-сервер и дальше ее дебажить. Но зачастую весь комплекс этих скриптов не работает из коробки и приходится их либо дописывать, либо еще что-то. Поэтому сейчас мы, я вкратце пробегусь по тем скриптам, которые точно всегда работают и которые можно использовать для того, чтобы нормально встроить туда gdb. То есть, первое, это вы берете вашу прошивку, распаковываете ее. Далее необходимо обратить на файл, который является главным для всех этих скриптов. В этом пакете есть, в пакете скриптов есть ASA.deb.json файл, в котором прописано множество конфигураций для различных версий прошивок цифки. И дело в том, что если в этом файле по каким-то причинам нет вашей прошивки, то эти скрипты не смогут туда, естественным образом, встроить gdb-сервер и gdb-шел. Таким образом, важно, чтобы этот конфиг был внутри этого файла. В нашем случае его не было, поэтому мы сначала пробовали воспользоваться теми инструментами, которые, опять же, рекомендовали NCC Groups и другие ребята. Опять ничего не получилось. В итоге мы просто взяли несколько названий функций и начали их искать вручную, искать смещение под нашу прошивку. Таким образом, мы получили этот конфиг файл. Следующим шагом для многих, может быть, кто уже дебажил циску, знает, что необходимо сохранить целостность прошивки или обмануть проверку ее целостности. Таким образом, вам необходимо пропатчить линомонитор и заинжектировать так называемый дебаг-шел. Так вот, этот дебаг-шел, это не что-то такое особенное. Это, на самом деле, просто ревер-шел. О нем я скажу чуть позже. Но единственное, что я сейчас скажу, если не ошибаюсь, именно параметр AA-AdminAuthenticate вот из этого конфига, он отвечает именно за то, чтобы можно было встроить этот gdb-шел. Ну, дальше, получается, вы обошли проверку целостности. Если посмотреть, я не знаю, вам это не видно, но в целом просто удаляется ветка, которая проверяет целостность и перезагружает циску в случае, если эта проверка не пройдена. Далее мы загружаем эту прошивку на наш циску и загружаемся с нее. Таким образом, я не знаю, вот видно, нет, но, опять же, получаем следующее. У нас есть gdb, который коннектится к ремоут-таргету, причем вот этот как раз-таки named pipe, который мы пробрасывали через вам варе, почему-то работает некорректно с gdb, не знаю, по каким причинам, но как только мы пробросили этот pipe через SOCAD, мы смогли не только еще и увеличить себе немного пропускной канал при дебаге, но и на самом деле получить само соединение. Дальше, теперь возвращаюсь к тому, о чем я говорил про дебаг-шелл или ревер-шелл. Здесь, как видно на слайде, и потом можно будет увидеть это в материалах, висит лисенер. Он сделан для того, что когда вы только подключились к ремоут-таргету через gdb и увели ее в контин, вы не можете послать ей сигнал прерывания, по ясным причинам. Поэтому вам, но для того, чтобы вам ее дебажить и трейсить, вам необходимо это сделать. Так вот, как раз-таки этот дебаг-шелл или ревер-шелл был создан именно для этого, а именно, NCC говорили, что вам достаточно, вот когда вы встроили свой шелл, подключиться пояса Саши один раз и сделать логаут. Тогда у вас прилетит ревер-шелл. Но это не так. Мы долго не могли понять, в чем дело, как бы искали туториалы, а потом увидели следующее, что если коннектишься второй раз и делаешь логаут, то нам прилетает тот самый ревер-шелл, с которым мы можем уже найти главный процесс лина, послать на него kill-5, ну вот, сектора прерывания, и получить доступ к регистрам и уже нормально трейсить эту циску. Ну вот, вроде бы, стенд собран. Дальше мы перешли непосредственно к самой уязвимости. То есть, как бы думали, что наконец-то стенд собран, уязвимости все ведь уже готовы, есть подходы. Напомню, что все результаты исследования были в основном по 32-битной версии. По 64-битной версии не было такого доделано. И сейчас я покажу, что мы пробовали, что у нас получилось. Итак, было в сети ААС. Давайте расскажу вкратце об самоуязвимости. Если кто не знает, уязвимость 1287-16-го года заключалась в том, что в ЦИСК ААСА алгоритм сборки фрагментированных пакетов из протокола Айка работал неправильно, некорректно, и в нем было недостаточно проверок. В связи с этим у атакующего появлялась возможность, посылая фрагментированные пакеты специальным образом, заставить устройство выделить память меньше, чем необходимо под реассемблит пакет, под наш пересобранный ПЛО. Таким образом появлялось классическое переполнение кучи, и можно было закрашить или РЦЕ. Так вот, начали проверять подход Эксодуса, которые провели свое исследование, сделали эксплойт, но опять по 32-бит, но они предлагали сделать следующим образом. Здесь, для меня это слайд ошибка, здесь номер 0.3.1. То есть это очень важно, я потом исправлю, покажу. Они предлагали сделать через протокол Айк-версии второй, послать вот эти три фрагментированных пакета, и таким образом они могли уменьшить длину, то есть как бы сказать устройство, выделить на 14 байт меньше, чем на самом деле было в реассемблит пакете. И когда мы проверили это все на нашей циске, мы увидели, что, ну да, хорошо, мы что-то переполнили, что-то сделали, но у нас не получилось переписать хедер следующего чанка, то есть нам этого не хватило на 64 бита. То есть в итоге мы 6 байт переписали, и нам этого не хватило. В итоге говорим, что подход Эксодуса, который был исследованием, на 64-битной версии дает лишь краш. На 32-битной он дает и RCE, и краш тоже. Следующим подходом был подход НЦЦ, который предлагали использовать Айк версии 1 уже, и посылать пакеты следующим образом, то есть другим. При повторении этих шагов мы наткнулись на то, что как бы при этом выделяется уже 20 байт. Ну, то есть пакет, он говорит устройству, что выделить на 20 байт меньше, чем надо, и при проверке на нашей прошивке, ура, да, мы переписали следующий чанк, и нам этого было достаточно. То есть в итоге мы переписали 10 байт. Таким образом мы можем сделать заключение, что данный подход вроде бы подходит нам для выполнения на 64-битной версии. Повторюсь, на 32-битной это все было подтверждено, на 64-битной нет. Но, как оказалось, опять же, радовались монетолога и столкнулись со следующей проблемой, что по утверждению НЦC Groups они предлагали изначально в своих докладах посылать пакеты 210 байт. Мы как бы не настолько крутые исследователи, чтобы сделать что-то, прям какое-то отклонение от этого часа, решили так же 200 байт, прошу прощения. И модель памяти должна была выглядеть следующим образом, что все чанки, которые вы посылаете, у вас получается полностью контролируемая память, они идут друг за другом. Но на практике оказалось все не так. На практике между нашими вот этими чанками в 200 байт начали появляться чанки в 70 байт. И мы долго не могли понять, в чем же дело, почему они летят постоянно, почему на 32-битной версии у них все замечательно и хорошо, у нас на 64-битной вот такая проблема. Оказалось, это шумы, которые появлялись в циске от сторонних процессов, от каких-то взаимодействий протоколов других. И в итоге у нас получался наш шелкод уже как бы, ну, не совсем контролируемым, то есть в этой области памяти. Возможно решение, опять же, после того, как мы связывались с НЦC Groups и их докладом, мы увидели следующее, что они предлагают, говорят, если у вас бывают такие шумы, попробуйте использовать 810 байт чанки, и тогда у вас все получится. Возможно, тогда все эти шумы будут уходить в другие части памяти, а ваш шелкод будет выстраиваться как надо. Но на практике, опять же, оказалось, что это работает не в 100% случаев. То есть вам надо очень сильно варьировать это значение, пытаться его увеличивать или проводить дополнительное какое-то исследование. Вы лишь ограничились тем, что увеличивали количество сессий, пытались повторять, и при некоторых вариантах просто получали DOS, хотя вроде бы всегда должен был быть RCE. Ну и следующая проблема, с которой мы как бы столкнулись, это уже опять же, это 64-битный шелкод под циску, потому что в интернете мы его не нашли, может быть, кто-то имеет доступ к черному рынку и знает, где его взять. Однако нам пришлось использовать, опять же, наработки 32-битной версии, провести полное исследование обратно и восстановить все названия функций, которые использовались в 32-битной версии, сделать аналог на 64-битную. И, конечно же, не забыли про выделение канала, который нам в ДСИГруппс тоже в докладе указали, что делается вот так. Мы перенесли это с другим оффсетом на 64-битную версию. И я хотел на самом деле прям целиком стенд показать, но у нас оказывается здесь все вот так вручную. Сейчас я попробую. То есть здесь у меня циска уже без GDB, то есть официальная прошивка, которая нужна была у нашего таргета с двумя интерфейсами, там и inside, и outside. Мы вешаем, как обычно, все, listener, ждем. Пок наш весь состоит из того, что набор инструментов, сам скрипт и shellcode почти 4-битный. Мы позже его опубликуем. Тут я показываю, что я опять его компилирую. Покажу, из чего он состоит, что в конце открывается как раз-таки этот канал наш. Да, все, что нужно, это IP-шник наш. Все, мы получаем shell с привилегиями 15. И можем дальше с этим что-то делать. При том, что бывало это такое, что когда мы использовали сначала первые наработки этого пока у нас, отваливался shell после первой команды. Потом после того, как мы увеличивали количество сессий, у нас добились того, что появился нормальный shell, стабильный. Но на этом не все. Как бы те проблемы, с которыми мы не успели справиться на данный момент, естественно, это мы тогда не знали, что необходимо учитывать и оборудование, на котором это все стоит. Ведь от каждого ядра там появляются свои адреса, свои смещения. И это будет дальнейшими нашими исследованиями. Спасибо. Сергей, спасибо большое. Спасибо.